а ну давай говори что говорить самоизолируемся как можем скажи всем привет да да всем привет кстати говоря что ты делаешь убираю старый навес пришла идея фикс так как все магазины закрытые и денег сейчас ограничено потому что работы нет снимаю вот эти старые досочки и буду вот их сейчас сохраняю на сколько и хватит буду так чтобы вата не торчала буду поперек их прикручивать а потом на них уже гипсокартон ты расскажи что ты вату сделал да я утеплился минеральной ватой позавчера я занимался этими всеми вопросами вот еще вот эти вот торец вот этот утеплить но туда надо пенопласт будет и в принципе и здесь поставить дверь и уже тут будет гораздо теплее уже можно заниматься будет отоплением вчера хотел купить мешок цемента нигде нет вообще ни в одном магазине а просто меня уже жена уже месяца два просит сделать ей натянуть веревки я хотел сделать по-человечески то есть поставить два столбика сделать для сушилку для белья короче говоря вот то есть сделать возле теплицы сушилки для белья мне для этого надо забетонировать столбики а так как цемента нет у меня это все встало вот сейчас где мы белье сушим в этом месте я хочу у меня есть парапланерная подвеска свободно да я хочу сделать из нее качели для ребенка то есть у меня ребенок будет встегиваться в подвеску и вот так кататься болтаться и вот вот ну блин все встало не знаю еще где-нибудь на черном рынке мешок цемента верни так даже на авито нет представляете ни на авито не на юле нет цемента вообще какое-то извращение живем как в ссср кстати в ссср несмотря на то что в новороссийске было пять заводов цементных лигу здесь не было цемента невозможно было купить только по большому глату и по знакомству вот сейчас возвращаемся к тем же временам примерно тапки верни мне а вчера сделал ручной тормоз на 4 5 месяцев собирался это сделать вот благодаря вот этой вот коронавирусу сделал вчера представляете 5 месяцев собирался тапки верни мне тапки он угнал мне там мои тапки тут ухода стояли угнал тапки теперь я без топок сейчас буду значит еще продолжать как говорится почищать остатки вот доска еще есть буду продолжать делать здесь вот этот козырячек как идет вот этот верхний фронт он да я хочу вот так на всю длину его продолжить для этого мне надо здесь конструкцию продолжить вот доски есть насколько хватит займусь вот эти еще доски есть вот а хотел я говорю вот здесь жене сделать сушилку для белья а здесь и дочери качель поэтому уважаемые подписчики давайте собирать с миру по нитке почта россии работает кто сколько может пол килограмма килограмм цемента отправляйте почты россии я буду несказанно вам признательно как раз конца месяца и подойдет пока у нас такие потребности возможно концу этого месяца будем уже просить отправляйте нам еду пока вот пока вызываем я по гриба всех соседей заполнил гречкой макаронами картошкой мукой вот пока живем вот еще у соседа есть куры и тоже я задумался если бог даст переживем этот кризис то надо будет готовиться к следующему и хочу я запастись и завести индоуток правильно я сказал индоутки да вот чтобы было висце а пока у нас только это висце товарищ у нас на случай крайний совсем крайне то есть совсем жрать будет нечего я уже начал изучать анатомию откуда начинать как разделывать кота если у вас есть какой-то опыт делитесь пожалуйста так он такой жир достал уже в этом ворота не пролазит он сейчас помой там но опять тоже он мышей ловит если его убрать то мыши появятся в погребе каких мышей он ловит он не ловит мышей он их боится абсолютно бесполезно мы думали взять его на это чтоб он мышей ловил а он ни хрена не ловит чужие коты представляете мы вот корм ему насыпаем да он покушает ляжет на кресло лежит кайфует все соседские коты приходят к нам доедать его еду да ему по барабану абсолютно то есть вот такой у нас котяра в общем самоизолируемся кто как может никто никуда не ездит вели режим пропусков у кого пропуска нет сиди дома но сказали если будут часто без пропусков ездить будут штрафовать то что часто я не знаю как бы люди ездят я вижу что ездят без пропусков но есть тип с пропусками есть знаете мне есть куда мне надо за холодильником ехать за компрессорами но я сейчас поеду там компрессоры куплю бы уж не за 500 за 1000 рублей отдам пятнашку то есть меня выйдет компрессор 16 тысяч рублей мне это надо мне поэтому как бы сидим дома и не отсвечиваем у нас наконец-то начинается солнышко правда что-то запозднилась она в этом году ночью ходу дубочина страшная плюс два всего лишь до нуля считай что одним плюс 18 вот сейчас все машины продезинфицируются на солнышке вот нет жара поэтому все вирусы должны сдохнуть расскажи как деньги на батареи да кстати я деньги вот тут ездил недавно на заявку крайний раз значит уже в голове понимаете вот это сидит то есть я привез денежку вот так на батарею постелил включил утопление и термодезинфекция вот а что делать жена мне говорит что ты маешься дурю погладь утюгом вот а вы лайфхаки свои пишите в комментариях как вы боретесь с вирусом вот и не унываете как говорится в это непростое время а с вами была славная семья всем спасибо всем пока